Друзья, всем привет! С вами Doodle Sketch и мы сегодня с вами будем рисовать чудесного сказочного единорога. Сначала мы нарисуем его карандашом, а потом мы его раскрасим яркими цветными маркерами. И получится у нас такой сказочный персонаж. Что нам для этого с вами понадобится? Нам понадобится простой карандаш, нам понадобится стерка, понадобится клячка, чтобы не попортить нашу гладкую бумагу, чтобы на нее нормальные, красивые, гладко легли маркеры. Нам понадобится белая гелевая ручка. У меня это Sakura Jelly Roll. Можно заменить ее на любую белую гелевую ручку, которую вы найдете у себя дома или в ближайшем канцелярском или художественном магазине. Дальше нам понадобится для раскрашивания единорога нам понадобятся маркеры. Я думаю, что я возьму два оттенка желтых маркеров для копыт и его прекрасного рога у единорога. Дальше я выбрала и решила, что его грива чудесная и хвост будут у меня такого приятного лилового оттенка. Соответственно, у меня есть три по нарастающей идет, три оттенка лилового цвета. Это самый светлый, чуть потемнее и совсем темный фиолетовый. И дальше я возьму два серых цвета. Это VG1 и VG3. Для того, чтобы на нашем единороге наметить некоторые тени, чтобы сделать его более объемным, более интересным, более живым. Также нам понадобится еще линер, потому что мы захотим обвести нашего единорога. В принципе, это все. Вы можете выбрать цвет для гривы и хвоста единорога не лиловых оттенков, а любых других, которые есть у вас. Также вы можете копыты единорога раскрасить каким-то другим цветом, который вам интересен или вам очень хочется, потому что это волшебное существо. И, в принципе, так как работает ваша фантазия, те цвета вы можете выбрать. Я буду показывать вот с этими цветами. Их можно заменять. Это я сразу вам скажу. Давайте начинать. Наше рисование мы начнем с того, что наметим основные контуры нашего единорога, нашего волшебного персонажа. Какие основные правила? Основные правила у нас это сделать так, чтобы единорог красиво расположился на нашем листе. В нашем случае я предлагаю расположить его по центру, потому что он у нас будет один, не будет больше никаких дополнительных элементов на нашей иллюстрации. Мы его с вами расположим по самому центру. То есть, например, давайте отметим. Примерно он у нас будет расположен вот так. Даже, наверное, чуть повыше. Так мы его расположим. Почему чуть повыше? Чуть повыше, а не ровно посередине. Это такая хитрость у художников. Расположить объект, если он один на листе располагается, расположить его чуть выше, чем центр. И тогда, тогда случится магия. И тогда у зрителя создастся ощущение, что на вашей работе достаточно много воздуха. И вы не будете рисковать тем, что ваш персонаж, ваш объект, который вы хотите расположить по центру, сдвинется куда-то вниз. Будет очень некрасиво. Так, у нас единорог будет сидеть. Он у нас будет в таком задумчивом, дремлющем состоянии. Он весь день решал свои важные дела в своем волшебном лесу. И теперь он решил отдохнуть. Наметим голову. Наметим туловище. Добавляем. 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 Продолжение следует... Простыми геометрическими фигурами, в нашем случае это овалы и окружности, мы с вами отметили голову, отметили, ну так как единорог это лошадь, у него будет выступающая часть рта и носа, мы ее тоже здесь отметили, отметили грудную клетку, отметили заднюю часть туловища. А он у нас будет сидеть, я напомню. Мы отметим сейчас, у него будут так аккуратно сложены лапки, мы это сейчас схематично тоже отметим, вот так. Задние лапки у него тоже будут сложены, мы это тоже сейчас отметим, пока вот так. У него обязательно есть какие-то чудесные волшебные ушки. А у него есть его волшебный рог. Обводим наши простые фигуры, соединяем их точнее, чтобы получить уже цельный карандашный рисунок единорога. Продолжение следует... Как у любой лошади, у единорога будет такая выпирающая часть мордочки, как скулы, можно так сказать. Свойственная именно для лошадей. Вот такая волшебная мордочка. Так как он у нас спит, мы нарисуем ему... Такой спящий глаз один. Потому что это будет девочка, наш единорог. Так, сейчас мы ей нарисуем лапки, копыта точнее передние. Чуть они расширяются к низу копыта. И второе чуть-чуть выпирает, мы его чуть-чуть будем видеть, чтобы объем был. Задние рисуем лапки нашего единорога. Так, эту часть мы не дорисовываем. Она у нас будет закрыта хвостом. Наметим гриву и хвост. Потому что все волшебство единорога, оно, конечно же, помимо его рога, естественно, оно еще и в его прекрасной густой гриве. Так. Ушко чуть дорисовали. Намечаем гриву. Это как бы пышная грива. Так, и челочку, и челочку тоже отметим. Так. 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 Продолжение следует... Вот отсюда будет продолжаться наше гриво. Будем ходить вот сюда. Теперь хвост. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, мы с вами наметили карандашный набросок единорога. Теперь подтираем линии, которые нам будут не нужны. И будем обводить линером. Какие линии нам не нужны? Нам не нужны вот эти линии. Вот эта линия нам не нужна. Вот здесь ноги. Нам не нужны наши внутренние вспомогательные линии. Теперь мы можем... Если у вас нету клячки, то вы можете воспользоваться обычной стеркой. Можно вот такими легкими движениями подтереть наш карандаш, чтобы он нам не мешал обводить рисунок линером. Если есть клячка, наша с вами задача существенно прощается. Потому что мы можем вот так вот помять ее в руках, скатать в колбаску. Вот так вот пройтись по... Или даже вот так. Просто пройтись по нашему рисунку, и она уберет верхний слой карандаша. Безболезненно для бумаги. Ничего не размажется. Все очень аккуратно. Вот у нас остался только легкий контур. Теперь мы берем линер. У меня это водостойкий линер от Touch. Можно взять любой другой. Главное, проверьте или спросите в магазине, чтобы он был водостойким. Начинаем обводить наш рисунок. Начну я с рога. Засечки сделаю на роге. Время. 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 если где-то чуть ошиблись это провели кривую линию это не страшно у нас с вами не рисунок для эрмитажа мы с вами рисуем волшебное существо не можем рисовать его как угодно мы можем что-то потом подправить мы сможем это исправить когда будем маркерами обводить я делаю дополнительные как будто бы у нее пряди пряди угривы нашего единорога мы решили что это девочка садится такая шортку немножко мы не сделаем рядом с копытами носик отмечем пазуху глазки помощи тубы реснички такие красавица так все хвост мы с вами все ввели теперь можно стереть весь карандаш чтобы он не просвечивал через маркеры начинаем раскрашивать мы с вами начнем с самого красивого на мой взгляд это с гривы я хочу начать грива 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 мы решили делать фиолетовым цветом мы берем с вами самый светлый фиолетовый маркер и я думаю что мы закрасим сначала им просто всю гриву целиком просто все так я возьму наконечник потоньше такой закрашиваем аккуратно сначала сначала если вы закрашиваете какие-то мелкие детали я советую всегда сначала закрасить по контуру то есть например видите нужно обвести ушко нам цветом сначала идем по контуру ухо например потом по контуру гривы если мы не хотим вылезти за за пределы линер и попасть на уже белый лист на фон мы сначала везде закрашиваем очень аккуратно контур по контуру идем медленно не торопимся а потом когда мы уже весь контур обвели можно уже более уверенными широкими движениями закрасить все остальное стараемся красить по ходу по форме объекта что это значит то есть если у нас грива видите ли не идут вот так и волосы гриву не идет в эту сторону то и движение маркера мы выбираем в эту сторону так у нас получится более естественный рисунок более естественное закрашивание здесь опять по контуру сначала обводим по контуру и закрашиваем целиком хвост у нас такого же цвета как и грива мы его будем закрашивать тем же цветом но чуть чуть попозже теперь мы на этой гриве пока у нас не высохли маркеры сделаем с вами какие-нибудь красивые переходы цвета где мы будем их делать мы будем делать теневых участках теневые участки у нас будут давайте сделаем просто по контуру я думаю что смысле участки у нас будут вот здесь участки у нас будут здесь придаем объем у нас нету правила здесь где у нас будут теневые участки мы даже не определяем с вами откуда у нас падает свет это это фэнтезийная скажем так у нас иллюстрация поэтому мы делаем так как нам кажется будет красиво я делаю по контуру теневые участки делаю по контуру где-то потолще можно сделать теневые участки на потоньше теперь мы с вами даже можем сделать плавный переход цвета если мы хотим между вот этим вот этим как-то сделать мы с вами помните закрасили вот этот светлый вот этим светлым цветом вот этим 2 чуть потемнее мы закрасили вот этим и теперь чтобы сделать плавный переход нужно вернуться к самому светлому цвету и пройтись им чуть-чуть на тех местах где стыкуются два цвета даже можно заходить немножко заезжать на более темный цвет еще более яркий цвет добавим еще более еще больше яркости насыщенности в нашу гриву волшебную здесь уже аккуратно цвет яркий тоже идем по контуру и и И теперь возьмём предыдущий цвет. Вот этот. Такой, который был средний у нас. И чуть-чуть сделаем плавный цветовой переход. Заходя на тёмный цвет, более средним тоном, будем создавать плавный переход цвета. Это средний тон, вот это тёмный тон. Средним тоном, заходя на тёмный, проводим вот такими движениями. В основном несколько раз проводим по самой границе тёмного цвета. Спасибо. Спасибо. По такой же логике мы с вами рисуем хворд. Здесь, я думаю, я возьму чуть пошире наконечник, потому что хвост мы с вами тоже по той же логике закрашиваем целиком. Сначала просто весь хвост. крошу по периметру, аккуратно, медленно, чтобы никуда не вылезти. Потом уже закрашиваю в середине, более уверенными движениями закрасили. Берём более тёмный цвет, отмечаем тени. Тени будут у основания хвоста у нас, вот здесь. И по периметру выдерживаем ту же логику, тени по периметру, как и на гриве, чтобы иллюстрация у нас была создана по единой логике. Сделали. Берём ещё более яркий, совсем тёмный цвет. И ещё больше отмечаем тени по периметру, по самому краю нашей грилы. Отмечаем тени по периметру. Теперь возьмём предыдущий средний тон и размоем немножко, создадим переход цвета. Светлым средним тоном чуть-чуть заезжаем на тёмный и в основном проходимся по границе. тёмного цвета, создавая таким образом плавный переход. Всё. Что мы с вами рисуем дальше? Дальше мы с вами будем рисовать гриву, как мы сделали. Будем рисовать копыта. Для копыт у нас два жёлтых цвета. Один посветлее, другой потемнее. Выбираем сначала жёлтый цвет. Закрашиваем рог и копыта. Просто жёлтым цветом. Светлым, жёлтым цветом. Теперь берём более тёмный цвет, жёлтый и делаем тени. Светлым, жёлтым цветом. Возвращаемся к светлому цвету. Светло-жёлтому. Чуть-чуть проходим по границе, чтобы создать плавный переход. Надо сделать какую-нибудь мордочку. Ей более вот эту часть мордочки. Такую более розоватую. Наверное, мы возьмём. Светлый вот такой цвет. И попробуем. И блендер. Вот так вот. Если у вас этого нет, можно обойтись без этого. Мордочка тогда просто останется белой. Если у вас есть розовый маркер и блендер. Блендер это бесцветный маркер. То мы с вами сделаем следующее. Мы это отметим в ушках розовенький и на мордочке. Мы чуть-чуть с вами, вот так буквально по контуру. Берём розовый цвет. Чуть-чуть накладываем. Берём блендер. И делаем плавный переход. Мы размываем этот розовый цвет. Чтобы было очень всё плавно. Размываем. По контуру. И заходя на сам розовый цвет. Сейчас бумага намочилась от блендера. Когда она высохнет, эффект будет очень хорошо виден. Нужно чуть-чуть нам с вами подождать. По контуру в основном размываем контур. Пусть нам надо, чтобы контура было не видно. А в ушки просто закрашиваем розовым. Есть без блендера. Всё. Ждём, пока высохнет мордочка. Приступаем к теням. Так. Берём. У нас два серого цвета для теней. Светлые и чуть потемнее. Начинаем со светлого. Отмечаем тени. У нас будет падать тень на туловище от гривы. Вот на эту часть туловища от гривы. Будет падать тень от скул на туловище также. Наверное, вот так сделала эту плотную тень. Вот здесь мы отметили веки нашей девочки. Вот это копыта. Нога это будет в тени. Здесь у нас будет тень. Даже можем чуть зайти на копыта. Тоже на наше жёлтое. Конечно же будет тень от самого копыта. на туловище. На животике будет тень. Здесь берём тень от ноги на туловище. Тень. Вот эта часть тени. Также заходим на копыта. Отметим тень вот здесь на задней части. от хвоста. Отлично. Теперь делаем тень более плотной. Берём более тёмный серый цвет. Проходимся аккуратно по периметру наших теней. Отлично. 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 возвращаемся к светлому с серому цвету и чуть размываем границы проходимся с более светлым серым по границам темно-серого цвета чтобы создать аккуратный переход цветовой переход мне на нашем единороге немножко не хватает волшебства на туловище и где-то вот здесь плюс он у нас пока висит в воздухе он еще нигде ни на какой поверхности не лежит поэтому я предлагаю нам с вами сделать ему несколько пятнышек на туловище вот этим серым цветом будто бы он у нас немножечко у горошек такой знаете как у лошадей бывает окрас и наметим звездочки наметим звездочки возьмем линер и наметим не обязательно какие-то не невероятные правильной формы звезды наверно еще вот здесь маленького 4 5 не хватает 5 5 нарисуем веру здесь берем желтый цвет закрашиваем наши звездочки отлично теперь давайте посадим нашего единорога на какую-то поверхность что ли за надо сделать для этого надо взять наши цвета для теней и думаю что мы возьмем темный темный цвет и под нашим единорогом нарисуем темные вот такие немножечко тенюшки показывая что у нас наш единорог на чем-то сидит и отбрасывает соответственно день и он и его хвост более того мы с вами сейчас возьмем линер и такие более теневые участки мы с вами сделаем чуть-чуть вот пожирнее линию всегда в тенях линия будет чуть жирнее и и в и и и и и и вот так теперь мы возьмем блендер если нету блендера можно воспользоваться светлым серым потому что мы сейчас будем давайте покажу на примере светло-серого мы чуть растушуем эту тень делаем более такой плавный переход если есть блендер можно потом еще дополнительно так у нас немножко раз мылся темный от светлого когда я нанесла его поэтому мы немножко пройдемся еще раз этим темным повторимся вот здесь самых теневых моментах еще раз теперь берем блендер и размываем нашу тень аккуратно так по контуру по контуру цвета и заходя на белую бумагу уже кстати видите как у нас вот здесь когда высох наш с вами блендер как бы как получилось красиво такой плавный переход что мы делаем теперь мы берем белую ручку гелевую и сейчас будем ставить и будь волшебные точечки создавать магию и блики начнем с бликов мы сделаем блик народе вот здесь вот проведем верху мы с вами сделаем блик на копытце и дальше мы будем ставить волшебные точки на нашей гриве будем их ставить в самых темных местах чтобы хорошо было видно в хаотичном порядке ставим никакой здесь логики особой нет иначе это не будет волшебством и то побольше больше какие-то поменьше не перебарщиваем уже надо будет не заканчивать вот такой у нас получился единорог с вами волшебный волшебный я надеюсь вам понравилось давайте еще здесь я смазала одну точечку своей рукой давайте мы с вами поставим пару точек на звездочках и наш единорог готов этот волшебный единорог обязательно принесет вам удачу прекрасно иллюстрации можете подарить и оформить как открытку я решила что будет немножко повеселее и покрасочнее если наш единорог будет обведен в такую волшебную розовую рамочку вот и для этого я использовала просто кружку я приложила ее к нашему рисунку взяла розовый маркер обвела по контуру не заходя на соответственно те места где у нас иллюстрация выпирает это здесь будет рок и грива и вот здесь здесь немножко не видно здесь это хвост нашего единорог я это все ввела убрала чашку и аккуратно закрасила с помощью тонкого и также толстого наконечника нашего маркера я закрасила в два слоя аккуратно нашего единорога да я зашла действительно вот здесь вот на наши тени они чуть-чуть размылись от розового цвета но не сильно при желании всегда можно взять наш темный серый цвет и еще немножко их конкретизировать здесь это на ваше усмотрение принципе они здесь очень хорошо и так все остались так что теперь наш единорог еще и в волшебном розовом кругу можно поставить так как было до этого можно сделать вот такой розовый круг на ваше усмотрение все всем удачи отличного настроения и волшебных единорогов пока пока удачи